День поселка отмечали в минувшую субботу жители городского поселения Горки-Ленинские. У этого края богатейшая история, которая известна всей стране и за ее пределами. Замечательные люди живут в Горках. В небольшом поселении они трудятся в различных организациях, вкладывая свой труд на благо развития муниципалитета. Празднование дня городского поселения Горки-Ленинские состоялось в музее Ленина, где по традиции всех пришедших встречал хор от всей души. Я люблю подмосковные рощи и мосты под твоей юрекой. Я люблю твою Красную площадь и Кремлёвских уранговой. В фойе-музее сотрудники Центра юность для всех желающих, а в основном это были дети, проводили мастер-класс точечной росписи по дереву. Готовые поделки каждый мог взять с собой в память об этом празднике. Я кошек очень люблю. Так, и что теперь ты с этим котиком сделаешь? Подарю кому-нибудь. Я выбрал зайчика и дудочку. Дудку я хочу подарить маме, а зайчика оставить себе, потому что, чтобы мама могла помнить о нашем хорошем празднике, дне нашего поселка. И я тоже не забывал. Тем временем педагоги-учащиеся, участники торжественного мероприятия, с волнением ещё и ещё раз репетировали свои концертные номера. Кто идёт? Мы идём! Кто поёт? Мы поём! Кто шагает дружно в ряд? Пионерский наш отряд! Дружные, весёлые, всегда мы тут как ду. Пионеры леницы, леницы идут! Школа является школой памяти имени Ленина. Мы пионеры леницы, мы продолжаем эти традиции, поэтому мы сегодня демонстративно показываем, что мы чтим и приумножаем эти традиции. В этом году городское поселение Горки-Ленинский отмечает 471-й год со дня первого упоминания сельца Горки в старинных песцовых книгах. Горки-Ленинские известны всей стране и за её пределами. Главное достояние горок – люди. Их делами, успехами, достижениями создана и развивается муниципальная единица Московской области. Представители всех учреждений поселения в своих праздничных выступлениях высказывались о любви к краю, где они живут, работают. Много тёплых слов звучало и в адрес администрации городского поселения Горки-Ленинские за большие изменения, которые происходят на территории. Это касается и в том числе военного городка Петровская. Мы капитально отремонтировали котельную, сделали ремонт трёх домов, кровли новые сделали. Ну и самый венец этих всех подарков – это, конечно, открытие нового здания с детского сада. Администрация сделала подарок ветеранам, вручив на праздники сертификат на приобретение оборудования в новом помещении, отведённого для них. Давно назрел вопрос – это наличие вот такого места, где могли ветераны собираться, где проводить свой досуг. Мы планируем там на площади 170 метров, это в новом построенном доме, организовать там место для того, чтобы они там общались, встречались, проводили какие-то музыкальные вечера, встречи с интересными людьми. Встречи с интересными людьми происходят и на страницах газеты «Горкинские вести», которая издаётся с 2005 года. Ещё к нашей газете мы издаём несколько приложений, спортивное приложение, приложение «Юность», приложение «Наших деревнях». Это сертификат на приобретение фотоаппарата. Это опять же, это не просто подарок. Ведь фотоаппарат, от этого зависит качество нашей газеты. И вот мы надеемся, что приобретя вот такой вот новый современный фотоаппарат, мы повысим это качество и будем ещё лучше, ещё краше, ещё замечательнее. О том, что в горках живут творческие люди, знают все. Среди них Алла Антонова. Она написала уже несколько книг по истории горкинской земли. «Каменная сторона». Почему такое название? Потому что, начиная со времени Ивана Калиты, по берегам нашей Пахры, как раз в нашей местности, добывали белый камень, из которого и начала строиться белокаменная Москва. И мы можем с гордостью сказать, отсюда есть пошла земля московская. Концерт творческих коллективов, лазерное шоу, рассказывающее об исторических этапах поселения. Яркое дополнение ко всему происходящему в день празднования поселения. Людмила Медведева и я, дамя Елена Кошлева, Видное ТВ.